Минск и Анкара близки к достижению отметки миллиард долларов во взаимном товарообороте. Об этом заявил посол Турции в Белоруссии Кизбан Нильвана Дарама, открывая торжественный прием, посвященный провозглашению Турецкой Республики. 94 года назад Турция, пройдя через довольно сложный политический период, начала программу построения национального государства. Первым главой страны стал Мустафа Кемаль, впоследствии известный как Ататюрк, отец всех турков. Как отметил замглавы белорусского МИД Олег Кравченко, в Минске ценят усилия турецких властей по обеспечению безопасности и стабильности как в самой Турции, так и на всем Ближнем Востоке. Кстати, в этом году Минск и Анкара отмечают 25 лет установления дипотношений. Напомню, в 92-м именно Турция стала первым зарубежным государством, признавшим независимость Беларуси. С тех пор между странами установились прочные политические и экономические контакты. Александр Лукашенко посещал Турцию с визитами четырежды, а Реджеп Тайп Эрдоган прилетал в Беларусь в ноябре 2016-го. Тогда лидеры и условились достичь планки миллиард долларов в торговле. Всего же белорусско-турецкий товарооборот вырос за последние 10 лет более чем в пять раз. Минск и Анкара заинтересованы в развитии кооперации в машиностроении, АПК, транспортной и логистической сферах, деревообрабатывающей и текстильной промышленности. За 25 лет отношений у нас не было ни одного спора, ни одного конфликта с нашими белорусскими друзьями. И это для нас особенно важно. После визита в Минск президента Реджепа Эрдогана нашим отношениям был придан новый импульс. В Минск приехало много бизнесменов. Это были беспрецедентные по масштабам переговоры. Также после этой встречи мы видели много бизнес-визитов, представителей самых разных отраслей экономики и много туристов из Турции в Беларусь. Я должна сказать, что люди в Турции знают Беларусь, знают и любят. В среду в честь 25-летия установления дипотношений между двумя странами в Минском дворце профсоюзов даст концерт турецкий струнный квартет «Барусан». Прикоснуться к культуре Турции могут все желающие. Вход на шоу свободный.